У меня есть цель помощи людям. Мне позвонили, через 2 часа уже самолет, надо лететь в Курган. Вот что самое главное, мотивация, а не рейтинги эти. Не делаю ничего для того, чтобы кому-то там нравится. Нескромно прозвучит, но много конкурсов выиграно. Там, если бы что-то с ледоколом произошло, надо было бы через спутник, через космос связываться. Идите вы нафиг, сделайте этот мир хотя бы на чуточку лучше, справедливей и добрее. Всем привет, меня зовут Маша, и это второй выпуск моего подкаста «Террионтерью о людях». И сегодня у меня в гостях Денис Жгнов. Общественный деятель, активист, волонтер, победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» и студент второго курса политологии с ПБГУ. Привет! Давай начнем с банальной темы поступления ЕГЭ. Расскажи про свою подготовку, как выбирал предметы и сложно ли было морально готовиться. Значит, я сдавал историю, обществу, русскую математику. Очень много, понятно, у меня было общественной деятельности в 11 классе. Я много к тебе путешествовал, готовился в самолетах, в ездах и так далее. Но готовился я с удовольствием. В первую очередь с удовольствием. Мне нравились, скорее всего, биографические фильмы, исторические. Читать право, особенно по обществу знаний, мне очень нравилось. И я считаю, что педагоги, которые говорят и пугают детей, школьников в школах, это ужасно. И они нуждаются в правовой оценке, потому что вот это отпугивает совершенно. А я готовился с удовольствием, не слушал этих педагогов, которые что-то мне там говорили, по типу, что вы не сдадите или что это суперсложно. Готовьтесь к тому ужасу, ни в коем случае не слушайте таких педагогов. И готовьтесь с удовольствием. Сдал я очень хорошо. Я даже поступил на бюджет в РАНХИКС, но я вот очень всегда хотел именно в СППГУ, потому что мне нравится история СППГУ, она основала в 1724 году. И всегда вот привлекала история этого университета, поэтому я хотел и поступил в СППГУ. Но сдал я неплохо, всё, за 80. Мне просто нравилось это, и я сдал. Хорошо. Если тебе так нравится история, почему не ИСТФАК, не археология, может быть, какая-нибудь, а именно политология? Почему политология? Я, кстати, выбирал между конфликтологией и политологией. Я сейчас занимаюсь политической общественной деятельностью в практическом плане. Мне хотелось погрузиться именно в теоретическую часть своей деятельности, поэтому я выбрал политологию, и мне, в принципе, очень нравится, и я не жалуюсь. Действительно, очень хороший факультет, поэтому я, собственно, на него поступил. И он, на самом деле, не такой сложный, и можно совмещать мою деятельность и учёбу. Родители как-то влияли на выбор твоей специальности? Может быть, советы какие-то дали? Куда стоит, куда не стоит поступать? Нет, родители не повлияли на выбор, потому что я ещё в 7 лет был помощником священника. Они точно на этот выбор никак не повлияли. Хотела стать священником в 7 лет. И потом вот из церковной деятельности это всё переросло плавно в общественную деятельность. Я начал заниматься крупными общественными проектами, выигрывать российские конкурсы, грантовые конкурсы. Потом поддержал губернатор мои идеи и проекты. И это всё также плавно переросло в мою профессиональную политическую деятельность. Поэтому на выборы они никак не повлияли. Это как-то само всё произошло, этот мой путь. Но они это всё, конечно, поддерживают и помогают. Почему ты выбрал Петербург для поступления, а не Москву? Во-первых, хочу подчеркнуть, вот очень многие ребята переезжают в города, вот такие как Москва, Санкт-Петербург, в надежде нового, в надежде вот чего-то, вот что-то. Они самореализуются, что здесь больше возможностей. Но я вас уверяю, если человек энтузиаст, он даже в самой крошечной деревне, он сможет вывести эту деревню на самый высокий уровень, и этот человек будет востребован. У него будет возможность самореализации, и он будет счастлив. Поэтому переезжать надо не потому, что там где-то больше возможностей, а потому что, вот, например, мне хотелось погрузиться в аспект истории, исторической деятельности Петербурга. Мне очень нравится Петербург за его историю. И учиться я всегда хотел в том университете, вот где у меня бабушка училась в СППГУ на журфаке, кстати. И вот мне хотелось погрузиться в студенческие годы, в атмосферу Петербурга. А как моя дальше моя профессиональная деятельность, куда меня приведет, это уже вопрос моей судьбы. Но всегда, да, я хотел учиться в Петербурге вот поэтому. Как проходила адаптация в новом городе? Скучал ли по дому первое время? Вот честно, я не люблю вот этих нытиков, которые переезжают в другой город и начинают ныть, ныть. Не надо тогда переезжать, работайте, отставайтесь, работайте на благо своего региона. У нас на самом деле очень хороший регион, насколько я езжу по стране. Правда, вот везде есть что найти хорошего, есть везде какие-то перспективы. Но если вы переезжаете, то, конечно, к этому надо относиться. Это, понятно, новый жизненный этап, но к этому надо относиться как к чему-то новому, хорошему, доброму. И к тому, что у вас действительно открываются и новые горизонты, что у вас появляются какие-то новые знакомства. И жизнь, она немножко меняется. И это не есть плохо, это хороший плавный переход. У меня это все плавно было и, наверное, еще сыграло роль то, что я очень много путешествую, много езжу где, и в зонах ЧАЭС и так далее. Мне, в принципе, несложно адаптироваться к обстановке. А как ты совмещаешь свою активную жизнь с учебой? Ну, у меня не только моя проектная деятельность, я еще и работаю официально специалистом по молодежной и социальной политике, муниципальному образованию «Остров Декабристов». Занимаюсь общественной деятельностью, огромное количество проектов. Ну, учебой я, собственно, хочу тоже подчеркнуть, что выбирал этот факультет, которым я, в принципе, понимаю уже аспекты, в том числе теоретической части. И в том числе, конечно же, мне это нравится. Мне нравится политология, мне нравится читать все, что там написано, научную литературу. Это не так сложно. И факультет, он не такой сложный, например, как у представителей точных наук. Потом моя проектная деятельность, она скрещивается с моей рабочей деятельностью, и все вот те проекты, которые я реализую, они хорошо подходят, в том числе и для моей работы. И мы развиваем территорию, благодаря в том числе этим проектам, мы делаем из нее территорию опережающего развития. А как вот ты все успеваешь и не устаешь? Любому человеку нужно отдыхать. Самое главное, чтобы действительно не уставать, я верю в это, что если вы горите этим, если вы энтузиасты, то у вас всегда найдется время. Можно найти на все время, если вы действительно этим горите. Если вы горите помочь людям, если вы горите той деятельностью, которую занимаетесь. А если у вас появляются какие-то другие принципы, по типу надо там подзаработать, надо это, конечно, у вас перестает быть время, перестает быть время вот на то, что важно. Поэтому, собственно, я и успеваю благодаря этому, то, что я горю этой деятельностью, то, что у меня есть желание помогать людям, и то, что это невероятно меня наполняет энергией. Все то, что мы делаем. И эмоции людей самое главное. То есть ты экстраверт? Ой, ну это другая темная тема, не знаю, может быть. Ну просто, например, я больше склоняюсь к тому, что я интроверт, потому что мне нужно какой-нибудь день, чтобы отдохнуть от людей, хотя я очень люблю общение и движуху. Тебе не нужно какой-то там день, чтобы просто как-то, не знаю, заземлиться, отдохнуть? Да нет. Нет, я на самом деле люблю работать со всеми людьми, и это очень важно. Важно прямой контакт. Ты, понимаешь, я просто работаю с тяжелобольными, с бездомными, с детьми в детских домах, в хосписах. Что значит отдохнуть от этих людей? Нет, ни в коем случае. Если что-то вот сейчас произойдет, мне позвонят, надо будет ехать. И я обязательно поеду. Вот в зону ЧАЭС тоже мы летаем, вот в Курган мы летали на ликвидацию паводка. Мне позвонили, через два часа уже самолет, надо лететь в Курган. А я тогда был на корзине доброты, мы собирали еду для нуждающихся, и я полетел. И понимаешь, вот когда вот это все не запланировано, и понятно, что надо полностью меняться и адаптироваться. И это тоже бодрит, это невероятная энергия и адреналин. И поэтому он тоже наполняет, и ты постоянно хочешь что-то делать. Поэтому я не скажу, что я должен там день выделять на отдых. Нет, это даже неправильно, потому что я больше устану, когда ничего не делаешь, больше устаешь. Вот ты недавно летал в Курган, где было наводнение. Это зона ЧАЭС, и как тебе не страшно там за свою жизнь? Это классно помогать людям, но иногда все равно страх за себя есть. Ну смотри, когда ты в первый раз едешь, конечно, страшно. Потом, когда ты уже поездишь по всем этим территориям, все это увидишь, окажешься в различных ситуациях. Понятно, страх он всегда присутствует, это нормально, если у человека нет страха, это ненормально. Но ты уже привыкаешь к этому, это только постоянный адреналин, и это не так страшно на самом-то деле. Просто уже когда ты опытный, уже где-то там был, а если ты уже много раз там был, то в принципе это нормально совершенно. Поэтому за свою жизнь нет, наверное. У тебя реализовано очень много проектов, а расскажи про самые первые. Как пришла идея, как получилось воплотить это в жизнь? Ну самый первый — это мой церковный проект «Семь лет». Мы выстроили территорию церкви. А есть вот такой, который поддержали, которому было привлечено огромное количество внимания, средств, информации, на которые я выиграл средства. Культурная дорога — это курсирующий автобус по Пскову, маршрутный, бесплатный, мы делали это для людей, отображающий специфику нашего региона, историческую специфику. Мы изменили внутренний дизайн автобуса, сделали из него интерактивный музей, оснастили информационными кратенами и разработали приложения, которые 3D-эвилизируют исторические объекты, которые можно также увидеть в этом автобусе. Поэтому проект он очень выстрелил, потому что, например, в Петербурге, в Москве, да, такие проекты есть, но в Пскове в нашем это была прям сенсация, и люди очень были рады этому, и СМИ тоже, они подключались к этому, рассказывали об этом, и люди вот хотели проехаться на этом автобусе, и они знали о нем, что такой автобус существует в нашем прекрасном городе, где я родился. Сегодня в Пскове начинает курсировать новый городской автобус в рамках проекта «Культурная дорога». Когда человек заходит в автобус, в первую очередь он видит объекты известные, известные цитаты, известных пусковичей. Автор идеи Денис Жгунов проводит первую экскурсию по уникальному автобусу. Правильно я понимаю, что «Культурная дорога» как раз-таки помогла тебе выиграть всероссийский конкурс «Большая перемена». Да, в нашей команде победило 11-12 человек, мы этот проект придумали и решили реализовать по своей инициативе, я выиграл уже вместе с другой командой, мы подали это на грант, выиграли грантовые средства, из резервного фонда губернатора мы смогли привлечь финансирование, меня поддержал Михаил Юрьевич Ведерников, губернатор Псковской области, Псковского региона, и мы смогли реализовать этот проект. И, конечно же, мы хотели всегда, если мы что-то придумали, сделали, нам важно самореализоваться, и чтобы мы не просто задумку придумали, была какая-то задумка, а чтобы она была реализована, чтобы она помогала людям, и когда мы это видим, это действительно дает стимул и силы дальше что-то реализовывать. Что для тебя значит победа в «Большой перемене»? Когда я вот только начинал общественную деятельность, конечно, победа, это очень вдохновляет, когда вас объявляют, что выиграли миллион рублей, что у вас есть возможность реализовать на это миллион рублей что-то и так далее. Это, конечно же, невероятные эмоции. И у всей молодежи нашей страны есть эти возможности поучаствовать, выиграть. Но сейчас уже, когда у меня просто нескромно прозвучит, но много конкурсов выиграно, сейчас больше вот в моей душе, когда мы куда-то едем, помогаем, когда говорят, что через два часа надо быть в кургане, вот это остается. Ни грамоты, ни дипломы, ни выигранные конкурсы. А вот когда помогаешь детям, больным, вот это остается в сердце. И я всегда говорю тем, кто ко мне приходит в проект «Нофис», если вы пришли попиариться, посидеть на конференциях – это не для вас. Это не то. А вот если вы пришли… Да, мы, понятно, участвуем в конференциях, в высокопоставленных мероприятиях, в высокопоставленных людьми, но мы все работаем ради людей. Только ради людей. И, конечно же, я всегда очень рад ребятам, которые с горящими глазами помогают людям. И у меня в душе остается больше помощи людям, чем награждение, грамоты. Это, конечно, приятный бонус такой, но самое главное тут – это вот видеть искренние эмоции людей. И, кстати, вот не готовьтесь всегда, в том числе, если вы волонтер, помогайте, не ждите тоже благодарности, потому что если она есть, то это очень хорошо. Мы работаем действительно с благодарными людьми, но ждать ее специально, вот только для этого, не надо. Но все-таки мы работаем действительно с людьми. Я верю в наших людей, и это невероятное название форума, который придумали фонд «Мирные люди», я верю в свой народ. Вот я верю в свой народ, и считаю, что наш народ великий, и поэтому я вот этим всем горю. И не перегорю. Победа в Большой перемене тебе дала возможность съездить с экспедиции на Северный полюс. Расскажи, какая там была программа, чем вы занимались? Ну, не только Победа в Большой перемене, там еще должны были быть рекомендации от региона. Я попал еще в топ-рейтинг платформы «Россия – страны возможностей». И вот благодаря этому я попал в эту экспедицию на Северный полюс. Выпускник правового лицея Пскова Денис Жгунов побывал на Северном полюсе. Участие в просветительской экспедиции, организованной госкорпорацией «Росатом», стало еще одной наградой за победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Мы шли на ледоколе «50 лет Победы». Такой ледокол, он очень красивый, очень крутой. И, кстати, очень интересный факт, что наша страна – единственная страна в мире, которая обладает ледокольным флотом. У других стран, там у Франции, у США, там по одному подвале ледокола. И вот, кстати, очень интересно, что, когда французский ледокол застревает в альдах Арктики, они всегда просят российский ледокол его вынуть и вот дальше там отвезти. Вот, поэтому это очень интересный факт. Сам я там занимался тоже научной деятельностью, но ребята в основном занимались там физикой, с нами были научные деятели «Росатома», физикой, химией, математикой. Я занимался арктическим правом. Вот интересно, что по арктическому шельефу пролегает земля, хребет Ломоносово, и если с научной точки зрения, с точки зрения права это доказать, то от этого куска, где прилегает эта земля, идет дальнейший кусок, он принадлежит нашей стране. Потому что как, в принципе, делится Арктика? Арктика делится между странами на куски, и это зависит от того, где у тебя там последняя территория, именно вот принадлежащая этой стране. Мы подавали заявку в ООН, наша страна, нас успешно послали, но вообще, если честно, даже если послали, мы все равно, больше наша страна, больше всех других стран в мире продвинулась в изучении Арктики и вот в этой сфере. На Северном Польше, скорее всего, не было связи. Да, конечно, там если бы что-то с ледоколом произошло, надо было бы через спутник, через космос связываться. Ну как, сложно было? Без телефона, без связи, без интернета. Ну, слушайте, у нас там день был расписан с утра до ночи, мы занимались вот этой деятельностью, и с научными деятелями Росатами мы очень много трудились. И на самом Северном Польше изучали арктические льды. То есть деятельность у нас очень бурная была, мы обменивались контактами, опытом, создавали какие-то научные проекты, занимались этим всем. Это было очень интересно, я не скажу, что... Конечно, когда я приехал, там очень много по СМСам, без вас звонков, это ужас. Ну, на самом деле, очень так интересно, очень. Давай теперь поговорим о твоих проектах. Недавно ты открыл памятник доктору Лизе, расскажи, как пришла идея и почему именно ей? Елизавета Петровна Глинка — это человек, которым я восхищаюсь, и я невероятно благодарен, вот, в принципе, за знакомство даже с ее мужем, мы же согласовали памятник этот с ее мужем Глебом Глебовичем, с Натальей Авиловой, это директор фонда «Доктор Лиза» и продолжатель ее дела. Это невероятные люди, я очень хочу с ними встретиться, когда буду в Москве, мы уже договорились о встрече. С какой целью мы открывали памятник? С целью призвать к совершению добрых дел и поступков. Мы вообще ставили цель 100 человек, собрать на этом памятники, там, вовлечь волонтеров в эту деятельность. Она занималась помощью тяжелобольным, помощью в хосписах, уже умирающим людям и бездомным. Врач-филантроп. В Петербурге открыли памятник доктору Лизе. Скульптуру изображает Елизавету Глинку с ребенком на руках. Фигуры помещены в символическое сердце, которое в то же время похоже на крылья. Ангел милосердия, так называли доктора Лизу. Среди гостей волонтеры, школьники и представители власти. Главный идеолог – это волонтер Денис Жгунов. И я, правда, преклоняюсь перед этим человеком и не побоюсь сказать, что это был великий человек. Мы открыли этот памятник, и, конечно, результат он был гораздо выше. Это 376 человек пришли. Мы вовлекли более 100 волонтеров в нашу деятельность. Это помощь хоспису, это помощь бездомным, это помощь детским домам. То есть мы смогли вот показать пример Лизы Петровны Глинке и вовлечь столько волонтеров в нашу деятельность к совершению и призыву добрых поступков. Я считаю, это колоссальный результат. И, собственно, мы и дальше будем продолжать. На ее примере вовлекать в эту деятельность, как она и сама и хотела. Коллег, конечно, которые поддержали меня, огромное им спасибо. Это, конечно же, колоссальное было внимание со стороны средств массовой информации. Нас и ТАСС поддержали, 7 телеканалов к нам приезжали. И благодаря им тоже удалось вовлечь волонтеров в нашу деятельность. И вот помочь людям, уже тем, которые к нам уже сейчас пришли, реализоваться какие-то проекты свои. Это вот я вот, правда, я очень вдохновлен, Елизавета Петровна Глинка. Она всегда говорила, что мир этот несправедлив. Но если сделать хоть что-то доброе, то чуточку мир станет справедливее. Покормить бездомного на улице, помочь ему дать куртку, кепку, еще что-то. Или просто помочь человеку нуждающимся. И этот мир станет на эту чуточку справедливее. Она тебя вдохновляет на волонтерскую деятельность. У тебя как раз-таки недавно стартовал проект «Благотворительный детский дом по пятницам». Да, это наш, один из моих любимых проектов в нашем любимом «Доме ребенка номер 6». Каждую пятницу мы отправляем туда волонтеров с различными программами. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то проводит различные методические программы, берет и как-то с детьми все обсуждая. В общем, очень много вот у них распланировано уже, там, вперед, там, запись на два месяца вперед уже. Вот с очень интересной программой, правда. И дети очень рады видеть волонтеров в нашей форме, когда они к ним приходят. Они прямо бегут, они счастливы. Я действительно это говорю. Вот. И, в принципе, почему этот дом ребенка? Потому что, вот как и доктор Лиза, ей раз позвонил бездомный на Павелецком вроде бы вокзале. Она к нему приехала, а там было очень много бездомных. Она помогла этому бездомному, перевязала его, дала лекарства. Другие спрашивают, а как же мы? И она помогла всем и стала приезжать в один день недели каждую неделю к ним. И вот мы таким образом тоже, я был в этом уже в доме ребенка, мы-то и Дедом Морозом, мы помогли им лекарствами. И вот получилось вот именно вот к этому дому ребенка. Плюсом мы не только отправили туда волонтеров, но если появляются какие-то проблемы у дома ребенка, мы доносим это до органа власти, и на соответствующем уровне это решаем. Если что-то, если нужны какие-то медикаменты, дорогостоящие, тоже мы оказывали эту помощь. Если что-то нужно тоже детскому дому, в плане какой-то помощи, мы ее всегда оказываем. А сейчас мы хотим это распространить на все детские дома Санкт-Петербурга, их более 23 или 24. Это поддержала Анна Владимировна Митянина, я с огромным уважением к нему, потому что полноочный парам ребенка в Санкт-Петербурге, тоже невероятный человек, который поддерживает такие инициативы. И мы хотим вовлечь общественную организацию в эту акцию, чтобы общественная организация взяла на себя один детский дом, и каждую пятницу у него ходила. И таким образом каждую пятницу во все детские дома ходили бы волонтеры, и вот была бы такая вот добрая акция. И плюсом, конечно же, если бы появлялись какие-то проблемы у любого детского дома, они бы доносили до нас, и мы дальше до государственных органов власти. И мы хотим провести круглый стол со всеми директорами детских домов и законодательным собранием под эгидой Анны Владимировны Митянину, полночным парамер ребенка. Мы вот тоже готовим это и будем это делать. И результат, на который я вообще не рассчитывал. Представляете, у нашего волонтера девочка настолько вдохновилась, что она уговорила установить ребенка из этого детского дома. То есть мы даже не рассчитывали на такой результат. А когда благодаря вашему проекту устраивают детей в семье, это, конечно же, невероятно. Это дает стимул дальше работать и идти вперед. Это просто очень... Да, это круто. В обществе есть такой стереотип, что дети в детских домах очень закрытые. Какие у тебя впечатления от общения с ними? Ну, по поводу всех этих стереотипов лучше говорить со специалистами, которые... Ну, я имею в виду в области психологии и медицины. Я могу сказать свое только мнение. Они открытые дети. У меня с ними очень хороший контакт. Я не могу ничего сказать. Я знаю всех их поименно. Эмоции, когда приходят в детский дом, конечно, помощь детям. Ну, вы понимаете. Если вы хотите сходить в детский дом, мы можем вас сводить в рамках этой акции. Ты сказал, что доктор Лиза кормила бездомных. У тебя тоже есть такой проект «Право на еду». Да. Тоже один из наших проектов, который мы сейчас развиваем. У нас нет таких ресурсов, как это делает доктор Лиза. Прямо выезжает на скорую. Это мы как делаем? Мы ходим по улицам. Это Невский проспект. Это вокзалы. И находим бездомных. Кормим их в случае, если им нужна медицинская помощь. Профессионально мы вызываем скорую помощь. Если нужны бинты, это мы носим с собой. Мы это им даем. И также мы их оповещаем о пунктах социальных гостиных, ночлежках. Если им нужна эта помощь, они готовы сейчас поехать, реабилитироваться, то мы их отвозим. И в эту ночлежку, если они изъявили об этом желание, со всеми ночлежками, социальными гостинами, мы, конечно, работаем в рамках этого проекта. И у нас еще есть, понятно, что постоянные бездомные. И мы сделали такую карту по тем местам, в которые мы точно должны прийти. Их уже с каждым разом все больше и больше. Пример просто возле метро Адмиралтейска. Там Валентина, Евгения и Владимир. И к ним просто пример, что они нас ждут. И как мы можем не приехать, если они нас ждут по воскресенью. Поэтому мы к ним приезжаем, кормим, и дальше едем на точку, где тоже дальше нас ждут. А как обычно проходит создание проекта? Какие этапы? Ну вот, как я и сказал, вот иногда просто вот как бездомный позвонил Лиза Петровна Глинке, и вот родился этот проект, вот так же и у нас. Вот видим проблему. Мы не вот как это оголтелое стадо говорит о том, что вот есть, есть, все виноваты. Мы решаем эту проблему. Мы ищем пути решения этой проблемы. У нас каждый понедельник с моим проектным офисом проходят летучки, совещания. У каких-то ребят, да, вот они нашли какую-то несправедливость, у них есть желание помочь людям. И мы обсуждаем, как мы можем это сделать, какие ресурсы у нас есть, что для этого надо. И рождается проект. У некоторых просто есть идеи инициативы, которые мы поддерживаем. Кто-то к нам приходит с этими идеями и инициативами, и мы дальше тоже это поддерживаем и делаем определенный план по этому проекту. Вот у тебя большая команда. Есть какие-то традиции, которые вы соблюдаете, чтобы как-то сплочать коллектив? Да, это, конечно же, вот дружба. Понятно, что надо разделять работу и дружбу, но мы, конечно, все объединены общей целью сделать наш город лучше, нашу страну лучше. И вот я ненавижу вот эти рейтинговые системы, все это. Я вот в своем проектном офисе это не делаю, и это приносит гораздо больше результатов. Я говорю своим коллегам, ваши рейтинги, это все фигня. Почему? Потому что, почему вот проект, вот ребята у меня вот такие инициативные, у них все получается, они действительно невероятные люди. Потому что у них есть возможность для самореализации, что вот самое главное, они могут самореализовать свой проект, самореализоваться и дальше увидеть результат. Благодаря, что их проект, он действительно помогает людям, что вот благодаря этому действительно что-то происходит. Это их мотивирует на еще большее количество добрых поступков, дел и проектов. Вот что самое главное, мотивация, а не рейтинги эти. В своем телеграм-канале ты написала, что Валентина Матвиенко поделилась с тобой секретом, как работать и не уставать. Да, Валентина Ивановна, я с огромным уважением отношусь к Валентине Ивановне, она была одним из самых лучших губернаторов Санкт-Петербурга. Да, она мне дала совет на встречи с учеными в гуманитарных направлениях. Она сказала, что самое главное, вы если чиновник, если вы развиваетесь в общественно-политической деятельности, это люди. Это люди. Мы работаем для людей. Для людей. И если у вас это есть в ваших душах и сердцах, значит, вы будете работать и не уставать, если у вас есть это. А если вы с какими-то другими целями, заработать, получить какие-то льготы, квартиры, машины, это все сразу пройдет. Вы будете уставать, вам это будет не нравиться и так далее. А вот если вы для людей работаете и все делаете для того, чтобы жизнь стала лучше, вот тогда вы будете не уставать. Вот она это сказала. Это действительно так. Я тоже так думаю и считаю это действительно правильный совет. И Малисия Ивановна относится огромное уважение. Любой публичный человек сталкивается с хейтом, осуждением, общественным мнением. Как ты с этим справляешься? Ой, а что справляться-то с этим общественным? Смотрите, я тружусь в публичной сфере. Я, во-первых, не делаю ничего для того, чтобы кому-то там нравится, и я не должен что-то там кому-то нравиться. Не должно быть какого-то личного аспекта. Вот если надо помочь людям, и человек говорит, вот ты мне не нравишься, я не помогу. Что значит, ты мне не нравишься, я не помогу? Здесь не должно быть личного аспекта, ни в коем случае. Это в профессиональной сфере. А если вы говорите про какие-то комментарии все это, ну если честно, мне вообще все равно, потому что мы не критикуем, мы берем какую-то проблему и решаем. А если вы в политической общественной деятельности, а это очень такая сложная сфера, где нужно держать лицо и удар, а я вот сейчас готов к удару, и в любой момент вы должны быть готовы к удару в этой деятельности. Вот, да, мы учимся в этой сфере держать удар, и мы его всегда держим. Конечно же, существует определенный круг лиц, которые и комментируют, и угрожают, и это постоянно происходит. Но это просто не надо обращать внимание. Вот Елизавета Петровна Глинка, про нее вообще говорили, что она там вывозит детей и продает их на органы, что она там все это ради пиара, все вот это. Она говорила, да мне, если честно, еще плевать. Так и мне, если честно, тоже плевать. Я работаю для людей, только для людей, а не для комментаторов, которые что-то пишут. Мне, если честно, все равно. Никак это не отзывается. Я понимаю людей, которые только приходят в общественно-политическую сферу, еще не умеют держать удар, и особенно, наверное, когда там семью затрагивают, друзья и так далее, но тогда надо учиться им, потому что у нас вот такая сложная сфера. Я придерживаюсь такого мнения, что значит люди завидуют, потому что если мне не нравится человек, то я просто отпишусь и не буду за ним следить. Зачем мне это? Ну, не только завидуют. Дело в том, что у нас, и у многих же разное мнение, позиция, просто надо научиться отличать, когда человек конструктивно что-то говорит. Я уважаю коллег, которых другое мнение. Я уважительно к ним отношусь и к их критике, как и они к моей уважительно относятся. А я же просто сумасшедшие люди, ну и что? И на это не надо обращать внимание. Я еще раз говорю, я не какой-то эстрадный певец, еще чтобы кому-то нравиться. И у меня нет цели, чтобы кому-то понравиться. У меня есть цель помощи людям. А нравится, не нравится, как сказал наш президент, терпимая красавица. Почему ты не отключишь отрицательные реакции себя? А зачем их отключать? Ну, зачем их отключать? Я бы отключила. Ну, потому что, снова, ты работаешь в такой сфере, более вот добрый, светлый и так далее, а я в политическо-общественный. Там, мне кажется, негативные реакции, это как комплимент. Я, как Черчилль, вроде говорил, если вас критикуют, значит, вы делаете все правильно. А так это в том числе и статистику поднимает. Что мне? Зачем отключать негативные реакции? Наоборот, пусть критикуют, говорят. Мне, если честно, все равно. Я еще раз говорю. Наоборот, надо быть открытым к людям и не выключать там негативные реакции и все остальное. Ты очень верующий человек и каждое воскресенье, знаю, ты ходишь на службы. Как это тебе помогает в твоей деятельности? По воскресеньям стараюсь, если я успеваю. Есть вот просто храм, я с ними договорился, на ночную службу я хожу и у них остаюсь там ночевать. Вот. Это вот спасает ночные службы именно. Понимаете, я человек, сейчас-то уже, наверное, не помню, столько, сколько я знал в 7 лет по поводу церковной сферы, по поводу там Библии я читал в 7 лет, следовать принципам, которые заложены в Библии, заложены в православии, в принципе, в этой религии. И я им следую, и поэтому мне легче жить. Правда. Потому что я знаю, что Бог есть. Ну, это другая, конечно, тема, если говорить прямо сейчас серьезно на это. Но я верю в это. И все бездомные, кстати, в это верят. Если вот так даже погружаться, бездомные, они все очень глубоко верующие люди, и что они говорят? Что им за это воздастся? Что они ждут смерти, потому что они знают, что они попадут в рай. Потому что вот так, как они живут, им за это воздастся. С бездомными тоже отдельная тема. Почему они так живут и так далее? Никогда не критикуйте бездомных, потому что любой человек может оказаться в этой ситуации. И вы не знаете, почему этот человек оказался в этой ситуации. Поэтому никогда не критикуйте, не проходите мимо. Еще раз говорю, несложно, помогите. Сделайте этот мир хотя бы на чуточку лучше, справедливей и добрее. И православие этому учат, что нельзя отвергать никаких людей. Никаких. Нищие, убогие, нельзя. Церковь принимает всех. А ты не хотел бы сделать какой-нибудь проект, связанный с религией? Ну, есть идеи. Вот особенно, кстати, есть идея у человека в моей команде, Артура Серебрякова. У него есть идея о городе всех религий. Они делают религиозную, в первую в Петербурге, религиозную олимпиаду. И мы собираемся это проводить вот в ближайшее время. Это вот его очень такой крутой проект. Мы поддержали, мы это сделаем. А еще такие другие проекты, связанные с религией, мы будем делать просто это. Мы ко всему подходим системно, и самое главное, системно. Если это проект какой-то, где вот нужна постоянная поддержка, помощь, на постоянной основе это делаем. И, конечно, чтобы это вот было от аду я. И, наконец, у нас есть Блиц-опрос. Любимый фильм? Доктор Лиза, конечно. Ну, это, мне кажется, был понятен художественный только. Какая твоя любимая цитата, которая тебя вдохновляет? Ну, вот цитату не могу. У меня столько любимых цитат. Это и Владимира Путина, и в том числе и Доктора Лизы, и вот то, что... И Маргарит Тэтчер, это премьер-министр Великобритании, тоже очень интересный человек. То есть у меня очень много... Никакого не вспомнишь? Не вспомню, а просто много этих цитат. Я не хочу называть одну. Три главных качества, которые ты ценишь в людях? Первое, если человек готов пожертвовать собой, это пожертвование, это у каждого человека есть. Это честность, потому что честность дорогого стоит. Это правда. И вот люблю честных людей, которые говорят... Понятно, что честность, это, конечно же, в нашем мире это одно из главных качеств. И когда человек умеет слушать, слушать и слышать. Вот если бы все люди слушали и слышали друг друга, я думаю, мы бы жили еще в более справедливом, добром и честном, и хорошем мире. Все контакты, ссылки на социальные сети я оставлю внизу в описании. Если вы хотите стать волонтером или реализовать свой проект, обязательно пишите. Да, мы поддержим всех, потому что вот самое главное, что мы поддержим вас с вашими проектами, идеями, вовлечем в эту деятельность, поможем, чем сможем. И вот самое главное знать, что мы живем, правда, в удивительной стране с невероятными людьми. Наша страна — это наши люди, и мы будем поддерживать молодежь, потому что я считаю, нашу молодежь — это невероятные ребята с загорящими глазами, инициативные, которые готовы делать все для того, чтобы наши города, наши села, наши деревни и наша страна в целом жила лучше. И я искренне горжусь тем, что я русский и родился в нашей стране России. Тут уже ставить песню шамана, да? — Да. — А ты... — Подожди секунду, пришло какое-то сообщение от футокси. — Да, пицца едет. — Это вставить тоже. Пицца едет. — Я вставлю. — Ваш заказ задерживается на 15 минут. — А, ну ладно, мы заказ дописываем. — Какие вы хорошие! — Ну а с вами была ваша Марта. — Субтитры подогнал «Симон» — Субтитры подогнал «Симон»